Восьмая глава книги пророка Иезекииля И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и отчресл его и ниже огонь, и отчресл его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне, Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор. И я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, Сын Человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся, и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них. И у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, Каждый в расписанной своей комнате, ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту. И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие делают они здесь. Но они еще землю наполнили нечестьем и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Спасибо.